всем привет вот это ребята называется регулятор мощности или диммер так его еще зовут у него есть мощняцкий дроссель целая горсть конденсаторов микросхема обязательно и транзистор он не работает а вот это вот собственно говоря есть сердце этого регулятора это тиристор он же семистор смотря как вы будете его смотреть по таблице именно он управляет всей этой схемой и переключает напряжение а точнее регулирует мощность это хороший сенсорный ключ но к сожалению он не работает починить я его не смог и сделать такое себе не могу но нельзя ли что нибудь попроще сделать в домашних условиях да разумеется можно главное найти вот такую вот деталь семистор или тиристор у меня такая деталь есть вот она это в или btb 16 16 амперный семистор он может открыться и потом не закрывается независимости независимо от того есть тут напряжение какое-то или нет он рассчитан на 600 вольт полное его наименование vtv 16600 bv и я решил показать вам как можно с его помощью очень простенькой схемой сделать регулируемое освещение допустим или регулировать мощность но при этом на 220 вольт не будем там уже скромничать и использовать малые мощности и малые вольтажи вот такая будет схема на этом семисторе так вот он изображается в схеме как два встречно направленных диода в нагрузке у нас лампочка но было 150 сейчас соточка 100 ватт вот она и семистор будет включаться не просто на раз а будет регулироваться то есть у нас будет вот такая небольшая схема состоящая из четырех деталей это диод неоновая лампочка моё ноу-хау 10 килоомное сопротивление последовательно и 10 килоомное сопротивление регулируемая которая позволяет мне с помощью подачи напряжения на управляющий электрод изменять яркость свечения вот этой лампы лампа 100 ватт можно 150 вообще этот семистор может оперировать нагрузками радиатор к нему присобачить даже на 2 киловатта но это в описании я так не пробовал я не знаю может быть вы попробуете давайте быстренько эту схему соберем чтоб семистор не перегревался разумеется его надо посадить на радиатор вот такого радиатора хватит на то чтобы управлять этим чтобы этот семистор мог управлять мощностью утюга ну по крайней мере так написано в таблицах и в даташитах ничего как бы я такого сверхъестественного не говорю все это можно прочитать это не так трудно вот закрепить конечно лучше на термопасту но так как мы делаем экспериментальную установку а не серийное производство то обойдемся и без нее для эксперимента этот семистор можно было использовать и голиком так я говорю но для солидности мы используем радиатор чтобы управлять семистором конечно надо знать где у него выводы у семистора есть два анода анод первый анод 2 говорят на схемах они а 1 а 2 и ворота gate вот этот вот управляющий электрод у меня он оранжевый провод и двое ворот причем одни из них я обозначил беленьким проводом а другие зелененьким также как у меня лампочка лежит теперь диод любой любой диод вот такой вот выпрямительный я когда-то выдрал из схемы давайте его быстренько примотаем к воротам как у меня нарисовано все будет собираться немножечко наоборот так мне больше нравится и без пайки на скрутках давненько я скруткой не баловался тем более что паяльником махать умеют все а особенно шестиклассники детского сада вот мы уже разобрались с диодом теперь вот такая вот неоновая лампочка она будет служить индикатором включения сети и одновременно покажет нам протекает ли через ворота ток или нет и вот тот самый ограничительный резистор в 10 килоом все это мы с легкой руки соединяем последовательно также как у нас нарисовано в схеме ничего трудного и заумного в этом нет вот посмотрите вот такая цепочка последовательная и вот она у нас уже образовалась пока я тут разговаривал смотрим семистор ворота диод неоновая лампочка и ограничительное сопротивление все как здесь но только идут в обратном порядке не хватает чего ага не хватает нам наверное вот этого вот потенциометра он же переменное сопротивление он же регулируемый резистор давайте его внесем в студию резистор в студию он уже хорошо знаком моим подписчикам в качестве ручки использую винную пробку но это не столь важно это столь удобно осталось нам подключиться к воротам и схема готова давайте подключим лампочку так как мы соблюдаем технику безопасности обратите внимание вот на эту красивую картиночку и не повторяйте такие опыты без надлежащей подготовки все отодвинем чтобы вам было хорошо видно как светится моя неоновая лампочка которая является индикатором включения давайте включим все в розетку может быть даже взорвется неоновая лампочка загорелась и говорит что наша схема готова к работе так как схема на скрутках на проводах и без изоляции трогать ее пальцами особо не стоит но давайте повернем наш регулятор и да будет свет да будет свет ярче да будет свет ярче есть некоторая особенность при съемке лампочек вот сейчас кадр светлый и лампочка не светится она не мешает но как только я начинаю добавлять яркости лампочка начинает светиться ярче а камера наоборот делает нам сумерки но это ничего страшного главное что весь процесс я продемонстрировал и ничего сложного в этом нет я могу включать выключать свет с помощью регулятора и при этом могу его регулировать в достаточно большом диапазоне вот давайте минимальный диапазон конечно отвратителен лампочка начинает мерцать вот так вот если нить накала накала только светится но при средних значениях вот допустим вот таких лампочка никаких мерцаний не испытывает ну и конечно же если я открываю полностью семистор лампа будет гореть ярко еще раз повторю это лампа 100 ваттная регулировка плавная почти от нуля и до максимальных значений на этом все пока вот такая простая схема доступна вам доступна мне доступна всем пока